В Тверскую область пришла весна. Теперь уже не только календарная, но и климатическая. Несмотря на приличные минусовые температуры, в ночное время суток, днем столбик термометра уже преодолевает нулевую отметку. Лед на Тверских водоемах постепенно разрушается, а в первую декаду апреля начнется вскрытие рек, прогнозируют в гидромедцентре. Время готовится к паводку. Как обстоит положение дел в муниципальных образованиях, обсудили на селекторном совещании в региональном управлении МЧС под председательством губернатора Игоря Рудени. Я хотел особо обратить внимание на персональную ответственность всех, кто принимает участие в этом процессе, чтобы у нас не было никаких отговорок, что кто-то заболел, кто-то не сумел, кто-то не увидел. Основная задача – это мониторинг уровня воды на территории. В Тверской области в зоне возможного подтопления традиционно находятся 10 муниципальных образований. Это Калининский, Максотехинский районы, а также территории, расположенные на юго-востоке и востоке региона, включая Андреапа, Белый, Жарковский, Западную Двину, Нелидово и Торопец. Главы муниципалитетов подробно отчитались перед губернатором о готовности к прохождению паводка. Как следовало из докладов, необходимые меры приняты, финансирование предусмотрено, недостатков в силах и средствах нет. В ходе селектора Игорь Рудени поручил обратить особое внимание на готовность региональных дорог. Организациям, отвечающим за содержание трассы мостов, будут предъявлены материальные иски, если вдруг выяснится, что подтопление того или иного участка дорожной сети можно было предотвратить. Не важно, коммерческая структура, дорожное хозяйство, лесопользователи. Но мы так определились, договорились, это совместная работа прокуратуры, совместная работа проектовской области. Будем предъявлять ущерб тем лицам, действия которых нанесли урон региональной экономике. Тема готовности к безаварийному прохождению весеннего паводка стала центральной и на очередном заседании регионального правительства. Как сообщил членом Кабмина начальник главного управления МЧС России Патрусского старства Григорян, в целях оперативного реагирования на возможные внештатные ситуации создана объединенная группировка из более чем 8,5 тысяч сотрудников, почти 2 тысячи единиц техники, 16 воздушных судов и 147 плавсредств. Кроме того, сформировано 5 подрывных команд для разрушения льда на водоемах. Организовано информирование населения, складывающиеся обстановки через местные и региональные СМИ, а также оповещение населения, используемой Тверской оригинальной системой централизованное оповещение. Спланировано приведение эвакуационных мероприятий, в котором готовы 10 пунктов временное размещение. Общей вместимости более 2 тысяч человек. Помимо готовности к безваринному пропуску весеннего половодия, на заседании правительства был рассмотрен ряд других важных вопросов. Один из них касался предоставления компенсаций медицинским работникам, переехавшим на постоянное место жительства в сельскую местность. Врачам, готовым отказаться от городской прописки, будут выплачивать 1 миллион рублей. Деньги выделяются как федеральным, так и областным бюджетами. Еще один вопрос был посвящен предоставлению социальных выплат семьям, вступившим в программу ипотечного жилищного кредитования. Правительство Тверской области намерено существенно упростить порядок получения субсидий. Впрочем, как отметил Игорь Руденя, куда более серьезной мерой поддержки станет инициатива о снижении процентной ставки по ипотечным кредитам, предложенной президентом страны. Достойная ставка, как сказал президентам, порядка 6-7% за ипотеку. Это лучшая мера, которая даст возможность развиваться строительной индустрии, строительных материалов, индустрии стройки и давать стимул нашим гражданам заниматься реальной экономической деятельностью. Уже после заседания правительства во время традиционного пресс-подхода губернатор также прокомментирует итоги президентских выборов, состоявшихся 18 марта. Результаты голосования Игорь Руденя назвал ожидаемыми, отметив, что в истории государства без преувеличения открывается новая страница. Вчера проснулись в другой стране, в стране с полным определением нашей перспективы, с полным пониманием того, что у нас есть развитие, с полным пониманием того, что мы являемся государством сегодня, с которым считаются на всей планете. Это тоже очень важный показатель, потому что мы, как и каждый в отдельности, все вместе испытываем, я думаю, чувство неподдельной гордости, имея гражданство Российской Федерации. Игорь Руденя отметил высокий уровень организации выборов и напомнил, что за процессом народного волеизъявления 18 марта следили тысячи наблюдателей, и никто из них не обнаружил каких-либо нарушений.